Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Прочитал статью, просто обалдел, скажу честно. Пишет о том, что сбежавший Галкин невзначай сравнил россиян с орками. Дальше еще куда, может быть, не знаю. Значит, вы все понимаете, о чем речь идет, но тем не менее, я для тех, кто, может быть, не понимает, или, может быть, не читает телеграм-каналы, или не смотрит новости, и, поясню, юморист-телеведущий, как пишет Федеральный агентство новостей, Максим Галкин, покинувший Россию в связи с несогласием, с операцией, выступил с новым концертом в Новой Зеландии. Я сегодня об этом уже говорил, что люди были очень недовольны. Значит, боковые ложи были пусты, поэтому на фотографиях затемнены. Шутки однообразные про несогласие с Соловьевым, Михалковым, про каких-то тараканов. В общем, люди были недовольны, и эти же люди, которые были на концерте, писали, собственно говоря, Галкину в его социальной сети, в аккаунте. Значит, подписчики начали оставлять множество комментариев под постом Галкина. Он разместил у себя видеоотчет, где обычно ему всегда аплодируют. Значит, и порой юморист отвечал на вот эти комментарии людей. Один из пользователей поинтересовался, заглянет ли артист в гости к хоббитам. Сказочные существа из вселенной «Властелина колец», пишут здесь в качестве справки. Поскольку съемки фильма по произведению, значит, Толкина проходили именно в Новой Зеландии. И вот один из, значит, там подписчиков или просто читателей решил поинтересоваться, заглянет ли он в гости к хоббитам. Ну, как бы в шутку, я так понимаю, естественно. Невозможно же там заглянуть. Это же все-таки произведение, вымышленное. На это Галкин отметил, что намерен навестить всадников Рохана. Или Рохана, как правильно, я не знаю. Я просто не особо сильно любитель большой, скажу честно, в «Властелина колец». Всадников Рохана, значит, которые по канонам саги сражались против орков. Стоит отметить, пишет Федеральная агентство новостей, что в сети русофобы, противники России, часто называют россиян именно орками. Название приобрело особую популярность с начала операций в сопредельном государстве. Ну как? Ну это же просто уже совсем. То есть, кто-то поинтересовался ради шутки, а не заглянет ли он в гости к хоббитам, раз уж он в Новой Зеландии. И он говорит, я намерен навестить всадников Рохана, которые по канонам саги, ну по сюжету этой книги, фильма, сражались против орков. Понимаете, что его ответ явно, он не без двойного дна. То есть, он навестит не хоббитов, а всадников Рохана. То есть, другую сторону, которые сражались против орков. Просто представьте его внутреннее отношение к происходящему. Я даже представить себе не могу, как до сих пор не дана правовая оценка всему. И окружению его. Друзья, интересно ваше мнение, пишите просто комментарии. С вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Для поддержки канала, кому нравятся мои ролики, можете поддержать проект Будда Гришна. Подписывайтесь на резервный запасной канал Будда Гришна Новости, здесь YouTube, чтобы мы с вами не потерялись в случае чего. И телеграм-канал Будда Гришна Новости, там политика, не только политика с моими комментариями. Самая важная на сегодня новость, связанная с тем направлением, которое сегодня является особо важным, но о котором на YouTube говорить не приходится. Не можно, скажу так, да? И еще раз напомню, телеграм-канал Будда Гришна Новости. Друзья, всем пока, успехов, до встречи.